Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. Расскажем обо всем, что важного произошло за этот день. Вот основные темы выпуска. Три претендента на один пост. Из кого на этой неделе нам выберут главу администрации? Частичная мобилизация в регионе не закончена. В Кирове открыли музей, в котором очень темно и в Слободском устроили гонки на пляже. Теперь подробнее. Кажется, нашли третьего претендента на этой неделе. Городу будут выбирать главу администрации. До этого времени исполнял обязанности Вячеслав Симаков. Сегодня стало известно, что на одно кресло три человека. Собственно, сам Вячеслав Симаков, Николай Большаков и Николай Богачев. Если Вячеслав Николаевич личность в городе для многих известна, ранее был главой ТИР управления Первомайского района, расскажем также коротко и о двух других кандидатах. Николай Большаков сейчас занимает пост зам начальника ТИР управления Нововятского района. Николай Богачев раньше был начальником отдела областного министерства энергетики и ЖКХ. Вот, в принципе, и все. Претендентам на пост в сети менеджера даже предстоит пройти несколько испытаний. Это тесты на знание Конституции и Устава. Представить доклад. Тема нам неизвестна. Ну и пройти собеседование. Конкурс состоится 27 октября. Будем наблюдать. На Профсоюзной появится остановка с таблой и видеонаблюдением. У нас в городе их почему-то принято называть умными остановками. Такие уже есть на Октябрьском проспекте, улице Щерса и Лепси. Павильону у дома 58 на Профсоюзной обещают поменять фасад, стены и крышу. Реконструкцию решил взять на себя один из предпринимателей. Предложение в администрации обещали рассмотреть. Напомним, что идея создания умной остановки на Ленина у Трифонового монастыря от мэрии провалилась. После того, как уже был заключен контракт и начались работы, идею посчитали слишком дорогой. Пообещали направить деньги на обустройство других остановок. Но пока не умная на Ленина, не хотя бы новых крыш на других площадках люди не увидели. Зато теперь увидят вятку во всей красе. Они через ветки заросли кустов. Подрядчик закончил вырубку порослей на верхней набережной. От зарослей освободили часть склона от Вечного огня до ротонды Александровского сада. Срезали дикорастущий кустарник и клен березы, липы и яблони сохранили. Сейчас рабочие дробят срубленные ветки и вывозят отходы. Все работы планируют закончить на следующей неделе. Жаль, что работы не пришлись на летнее время года, когда по набережной гуляет втрое больше людей, когда к нам в город приезжают гости из других регионов. Будем надеяться, что за зиму обзор не зарастет. Мобилизованных от Кировской области хотят освободить от уплаты транспортного налога. Сейчас областные министерства прорабатывают такую возможность. Принять решение должны до 1 декабря, когда наступает срок уплаты налога, чтобы за этот год военнослужащие уже не вносили плату. Что касается проведения частичной мобилизации, то она продолжается. Разъяснение дал военный комиссар области. Решение о начале и окончании частичной мобилизации принимает единолично Верховный Волокоманович, то есть президент Российской Федерации. Указа о окончании частичной мобилизации не было. Также комиссар добавил, что сейчас идет набор и добровольцев, желающие могут сами прийти в военкомат или заявиться через портал госуслуг. В регионе добровольно призваны две женщины, они назначены на должности медицинских работников. По деревням Чертикирова запустили офис на колесах в маленькие населенные пункты. Теперь будет приезжать специальная машина. Она поможет жителям провести газ в свои дома. Внутри машины сидят специалисты, они помогают местным жителям заключать договоры на догазификацию. Специальный автомобиль проедет через все 86 деревень, которые находятся в границах города, но все еще не газифицированы. С вида неприметная газели. Внутри целый офис с сотрудниками. Они приезжают в деревни только по вечерам, чтобы жителям было удобно после работы решать бытовые дела. Внутри принимают заявление на бесплатную догазификацию. Гражданам, жителям города Киров, населенных пунктов, которые хотят получить газ, необходимо приходить в такие пункты. И тоже по поручению губернатора организована работа данных пунктов в вечернее время после 17 часов. Напомним, что в июне этого года губернатор Александр Соколов и группа компании «Газпром» договорились, что газопроводы будут проложены во все населенные пункты Кирова, где газа все еще не было. Если говорить про данный населенный пункт Каткова, здесь примерно 100 домовладений. Большинство жителей хотят газифицироваться. Здесь будет проходить газопровод, который будет соединять 3 населенных пункта. Это Пересторонцы, Катково и Чуркино. Вот 2,5 километра плюс распредсети будут разведены в этих населенных пунктах. Вокруг мобильного офиса в деревне Катково сразу собрались местные жители. Они уже подготовили документы и ждали своей очереди. Из необходимого с собой все нужные бумаги на земельный участок и дом. Паспорт, СНИЛС и ННН. Олег Смирнов недавно исполнил свою мечту. Он построил дом в деревне Катково. После строительства возник вопрос, как отапливать помещение. В эту деревню придет наконец-то газ, который люди ждали десятилетиями. Пенсионеры уже устали там, да, и нет возможности заготавливать дрова. Это очень трудоемко и тяжело. А молодежь, конечно, вздохнет от того, что будет дешевле содержать домостроение, В меню офисе можно заключить договор, который подведет газ только до земельного участка. А можно оформить сразу комплексное подключение. То есть все работы внутри участка тоже сделают. Работы в деревне Катково начнут уже в следующем году. Перед тем, как устанавливать все необходимое оборудование, с местными жителями встретятся рабочие. Вместе они зафиксируют уровень благоустройства, чтобы после проведения работ все вернуть в прежний вид. Работу у подрядчика не примут до тех пор, пока местные жители не будут довольны качеством обслуживания. Все вопросы по догозификации можно задать по телефону горячей линии. В городе открылся тактильный музей «Невидимый мир». В нем нельзя ничего увидеть, можно только почувствовать. Цель музея – показать мир незрячих людей. Для слепых людей глаза – это руки. Весь мир они воспринимают на ощупь. Поэтому музей поделили на несколько комнат. В одной из них полная темнота. Даю в руку монетки, каждому в руку, в ладошку причем. Я показываю, как нужно дать. И, допустим, говорю, скажите, какая у вас у каждого монетка в руках. Это очень интересно. Детей это увлекает, детей и взрослых. Например, эти же игрушки на ощупь, понять, что это у них в руках. И положить на нужное место. Помимо заданий и экскурсий в темную комнату, посетителям рассказывают, как слепые пользуются смартфоном, с помощью каких предметов пишут, как читают. Для желающих проводят экскурсии и на улице, где показывают, как передвигаться с тростью. В Слободском на этих выходных отметили День автомобилиста. Сначала на Соборной площади прошла выставка ретроавтомобилей и самодельной техники. Затем участники соревнований направились в заречную часть города за мост. С городского пляжа стартовали участники соревнований по внедорожному авто-мото-спорту. Первыми поехали вездеходы, потом мототехника. По условиям соревнований гонщикам нужно было преодолеть не одну песчаную трассу. Один из этапов прошел в болотистой местности. Он и стал решающим для многих спортсменов. Городские дороги на этой неделе тоже будут проверять водителей на мастерство. Днем дожди по ночам будет до минус трех. Будьте внимательны и вежливы на дорогах и в жизни, конечно. Пусть эта трудовая неделя пройдет легко и быстро. До встречи. Увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова